Вы включили компьютер и перед вами восстановление после ошибок Windows. Система Windows не запускается, возможно это является следствием последних изменений оборудования или программного обеспечения. Если мы нажмем стрелку вниз, то сразу же мы останавливаем секундомер, ведь у нас 30 секунд отсчет. Если файлы Windows были повреждены или неверно настроены, средство восстановления при загрузке может помочь определить и устранить проблему. Если во время запуска произошел сбой питания, выберите пункт обычная загрузка Windows. Как видим, операционная система Windows 7 нам сообщает, что можно выполнить обычную загрузку Windows. Снизу мы видим надпись описания запуск Windows с обычными параметрами. Это говорит о том, что у нас проблема была с питанием. Возможно вы просто не дождались окончания завершения работы и просто выдернули с розетки. Или у вас резко отключили электропитание и в итоге компьютер выключился. Это тоже вследствие того, что возникает данная проблема. После того, как вы выберете обычную загрузку Windows, как я выбрал, у вас операционная система Windows начнет загружаться. У вас произошел сброс BIOS и в итоге из-за сброса BIOS тоже возникает данная проблема. Для этого вам нужно войти в BIOS. Это может быть клавиша F2, Delete или какая-либо другая клавиша для входа в BIOS. После того, как вы войдете в BIOS, вам нужно найти режим SATA, загрузка SATA, SATA MODE может называться. Выбирайте с режима IDE в режим HCI, потому что была смена настроек оборудования и из-за этого у вас возникает данная проблема. У вас загружается логотип Windows и сразу же перезагружается. В итоге возникает вот это самое окошко. Если вы сейчас нажмете обычную загрузку Windows, у вас все равно не загрузится. Поэтому, или он может называться SATA MODE, Compatibility режим или Enhanced. При выборе обычной загрузки Windows у нас операционная система не загружается. Тогда давайте попробуем выбрать следующий пункт, как запуск с восстановлением при загрузке рекомендуется. Снизу видим описание устранения неполадок, мешающих запуску Windows. Автоматически у нас появилось восстановление запуска. Здесь у нас поиск проблем происходит. Хотите восстановить компьютер с помощью средства восстановления системы? Это восстановление не изменяет файлы пользователя, но может привести к результатам удаления некоторых недавно установленных программ. Восстановить выбираем. Сразу же у нас появилось устранение неполадок, просто ждем. Перезагрузите компьютер для завершения устранения неполадок. Готово. В итоге после этого операционная система успешно загружается, никаких проблем нету. Windows автоматически восстановила работоспособность системы. Но если это все не помогло, что в этом случае делать? Вам нужно принудительно перезагрузить компьютер. Можете с помощью кнопки, которая находится на системном блоке, перезагрузку выполнить или удержать кнопку включения на несколько секунд. Теперь быстро-быстро нужно нажимать клавишу F8, попадаете в дополнительные варианты загрузки. Можно попробовать выполнить последнюю удачную конфигурацию дополнительно. Может быть это поможет загрузиться в операционную систему Windows. Иногда это помогает. Если совсем не помогает, то попробуйте безопасный режим. Иногда это помогает загрузиться в операционную систему, а уже из безопасного режима можно выполнить следующее действие. Открываем меню «Пуск». Отсюда вы можете удалить недавно установленное программное обеспечение, которое мешает запуску операционной системы. Удалить обновление системы, которые также установились и в итоге не дает загрузиться операционной системе. Открыть меню «Пуск». Панель управления. Восстановление. Запуск восстановления системы. Далее. Посмотрите более раннюю точку восстановления. Можно с помощью галочки показать другие точки восстановления. У меня больше нету точек восстановления. Выбирайте более раннюю дату, когда была контрольная точка. Допустим, центр обновления Windows, когда была установлена, тогда создавалась контрольная точка. Поиск затрагиваем программ. Посмотрите, какие программные обеспечения будут удалены при том, когда вы вернетесь на более раннюю дату. Вот эти программные обеспечения будут удалены, которые вызвали ошибку, которые не позволяют запустить Windows. Выбирайте эту самую контрольную точку, далее и просто готово. И да.